Это программа День с толком, студия Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Траур в Тольменском районе. Сегодня простились с погибшими в ДТП на железнодорожном переезде. Без предупреждения. Узнать о том, что вашего дома нет, уже после сноса. Кто виноват и что делать. Железный человек. Лыжник Иван Крюков катается сам, ставит на лыжи других и рассказывает, зачем ему этот вид спорта. В Тольменском районе сегодня день траура. Об этом сообщают в официальной группе муниципалитета в соцсети. В селе Наумова прощаются с детьми, погибшими в ДТП на железнодорожном переезде 29 ноября. Поезд протащил автомобиль около 300 метров. Позже выяснилось, что в салоне находилась местная учительница и четверо учеников, которых она решила довезти до дома. Накануне семьи погибших посетил глава района Сергей Самсоненко. Из резервного фонда муниципалитета семьям пострадавших выделили материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Глава региона Виктор Томенко отчитался перед председателем правительства страны Михаилом Мишустиным о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае и оценил ее как сложную. Заболеваемость COVID-19 у нас выше, чем в среднем по России. Сейчас в крае действуют 24 ковидных госпиталя, 80% коек занято. Провакцинировано 847 тысяч человек. Это действительно пока еще низкие цифры от тех плановых, которые нам надо достигать. Полтора миллиона, миллион шестьсот. Мы проводим активную работу по популяризации, пропаганде, продвижению всех аспектов, связанных с вакцинацией. К концу декабря, по сообщению губернатора края, число вакцинированных должно составить миллион человек. До решающего дня остается чуть больше недели. 10 декабря алтайские депутаты рассмотрят федеральный законопроект о QR-кодах. Депутаты пройдут опросное голосование, предварительно обсудив новую поправку с общественностью. Тем временем уже около трехсот предпринимателей обратились к депутатам АКЗС с просьбой отменить QR-коды. Почему законотворцы видят в них политический подтекст, расскажет Ирина Корчагина. Сейчас вот у нас по поводу будущего нашего в доме нашим запахло серым. Именно с таким настроем многие предприниматели края смотрят в будущее. На днях около трехсот руководителей компании подписали обращение к депутатам АКЗС с просьбой отменить QR-коды. Из письма следует, что проблемы, связанные с коронавирусом, уже давно перестали быть медицинскими. Я далеко не исключаю, что ограничения, которые сегодня под предлогом борьбы с пандемией, могут быть транслированы на все остальные сферы нашей жизни. Во что это выльется на самом деле, возможно, это и контроль финансовых потоков, и отключение QR-кодов в случае каких-либо нарушений. Система QR-кодов оказалась встряской для предпринимателей, у которых с 15 ноября выручка упала на 50-70%. При этом нельзя сказать, что все, кто подписал обращение с просьбой отменить QR-коды – антипрививочники. Предприниматели признают проблему, но считают, что решать ее нужно другими способами. Хорошо, когда правительство ведет все линейно. Доконация же упала не вчера, она летом упала, потому что все забыли про это. Она же изначально началась хорошо. Почему летом-то не били в колокола? На сегодняшний день в Крае привиты 853 тысячи человек. Из них 137 тысяч привились в ноябре. Еще 135 тысяч ожидают второй укол. То есть QR-коды все же подтолкнули многих жителей Края вакцинироваться, заодно расколов общество на ваксеров и антиваксеров. Люди более стали обозренны, если честно, как клиенты приходят, потому что их заставляют проходить где-то по QR-кодам, где-то не проходить. Они не понимают, где можно пройти, где нельзя. Особенно пожилое население не понимает, можно ли в продуктовые магазины ходить без QR-кода. И поэтому, так как оно верит, то, что муссируют средства массовой информации, они сидят дома, они даже не доходят до рынков. Сегодня скорость заражения коронавирусом и летальность от него по-прежнему высокая. Ковидные госпитали переполнены. И с одной стороны, понятно, почему власти идут на такие непростые меры, вводя QR-коды. С другой стороны, страдает бизнес и рождаются страхи о тотальном контроле. Непростое решение за депутатами АКЗС. Уже 10 декабря они проголосуют за или против новых правил жизни. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Минстрой-край объявил дополнительные торги на поставку угля в районы, где есть риски срыва отопительного сезона. О недостатке топлива говорили в Третьяковском, Немецком, Змейногорском, Рубцовском, Поспелихинском, Локтевском районах и Славгороде. Всего на участие в торгах приняли 34 заявки от 19 муниципалитетов. Сейчас в резервном запасе края 30 тысяч тонн угля. В декабре завезут еще 22. При этом 10 тысяч тонн топлива уже выделили 11 муниципалитетам. В Локтевский район возобновили поставки угля с Казахстана. Об этом сообщает сайт Минстроя края. 100 тонн для продажи населению уже отгружено. В ближайшие дни отгрузят еще 210. В настоящее время в списке нуждающихся в топливе больше 300 домовладений Локтевского района. Почти 200 из них уголь уже получили. Жители Барнаула обратились в нашу редакцию с просьбой разобраться, почему никотиносодержащую продукцию в одном из торговых центров продают вне зависимости от возраста покупателя. Речь идет об автомате по продаже электронных сигарет. На прошлой неделе мы подсняли аппарат. Он к тому времени почему-то не работал. Понесет ли ответственность предприниматель и как себя повел арендатор? Об этом в следующем материале. Она здесь стоит и ей пользовались, и в том числе несовершеннолетние. Смотрите, она отключена. Ее сегодня не должны забирать. Привлекательный аппарат прямо на входе в торговый центр. На прошлой неделе нам предложили проверить, кому продают электронные сигареты и прислали такое фото. Еще на прошлой неделе на этом месте находился вендинговый автомат по продаже одноразовых электронных сигарет. При этом купить их мог любой желающий, в том числе и дети, ведь паспорт не проверялся. Достаточно было лишь оплатить девайс. Однако, по словам мужчины, который представился администратором ЦУМа, паспортный контроль при продаже электронных сигарет был. Здесь сидел человек, который контролировал этот процесс непосредственно. То есть сидел на стульчике и смотрел, когда подходили, покупали. А кто-то возле него сидел, проверял паспорта? Ни разу не видел. То есть мог подойти любой и купить? Да, я сколько мило проходил, просто там отстоял. Распортание, я никогда не видела такого. Я смотрю, не паспорт, ничего, там просто табличка 18, 10, все. Причина популярности электронных сигарет среди детей – отсутствие неприятного запаха, а вместо табачного вкуса – ягодный и фруктовый. К слову, в прошлом году в закон о продаже табачных изделий и никотиносодержащей продукции внесли поправки. И работа такого аппарата, без проверки возраста покупателя, их нарушает. Сейчас санкция от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Но я так понимаю, что там будет предназначение минимального или максимального уровня наказания, учитываться ранее совершенные административные правонарушения в этой области. То есть, ну иные характеристики, которые так или иначе позволяют суду установить критерии соразмерности. Такой размер санкции применяется к юридическим лицам. Однако на самом автомате не указаны данные собственника, ни информации об индивидуальном предпринимателе, ни адреса регистрации фирмы, лишь телефон технической поддержки. Вы планируете продолжать работу таким способом? Нет. Я же говорю, по техническим причинам аппарат закрыт. Закрыт, без возможности возобновления работы, я правильно понимаю? Этого я уже не знаю. Ну, а в ваших-то планах что? Моих? Ваших. Я просто работаю. Моих ничего. А планы руководителя фирмы и владельца вендингового автомата под срывом. Он, заключая договор аренды с торговым центром, не сообщил о специфике товара. Договор аренды был заключен с индивидуальным предпринимателем Кузяевым. Предмет договора – размещение банкомата для продажи электронных устройств. Как в последующем оказалось – электронных сигарет. В связи с этим фактом руководством нашей компании было принято решение расторгнуть договор аренды. И сейчас возможность школьников приобрести никотиносодержащую продукцию значительно ниже. В официальных вейп-шопах сотрудники стараются контролировать возраст покупателей. Но, несмотря на это, хочется обратить внимание правоохранителей на деятельность несостоявшегося предпринимателя. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Ремонт одного из самых больших домов культуры края завершается. К концу декабря в Топчихинском ДК зазвучит живая музыка, и коллективы смогут отпраздновать Новый год. Что сделано и что еще предстоит сделать на объекте, узнали наши коллеги. Вот то, что вот здесь видно, все остальное все закончено. Здесь остальной фасад, все завершено, да? Все завершено, да. Осталось только козырек отремонтировать, говорит подрядчик, обсуждая итоги работ с министром культуры региона. Ремонт в рамках нацпроекта «Культура», который длился почти 9 месяцев, завершается. На один из самых больших домов культуры края, что находится в Топчихе, потрачено около 100 миллионов рублей. Собственная культура Топчихи, она достаточно масштабная, это крупный район. Здесь всегда был хороший уровень, много работников культуры, поэтому объект в некотором смысле стратегический. И действительно, в этом здании поместилась вся сельская культура. Детская школа искусств, библиотека, краеведческий музей и даже районы ЗАГС. Пока шел ремонт, говорит директор, репетиции не прекращались. Правда, проводить их приходилось в здании администрации детского сада, а порой и на дому. Ну как мы ждем это здание, я думаю, вы прекрасно понимаете. И Топчиха, и мой коллектив, и вообще мы с большой радостью ожидаем все это, потому что, ну, я думаю, что к концу месяца этого мы войдем в это здание. На сегодня 97% работ уже завершено, а изначально их было немало. За почти полувековую историю это первый капремонт. Подрядчики заменили все окна и двери, перегородки, сделали новые полы. Сейчас основные работы идут в зрительном зале на 400 мест. Нам сейчас надо привезти вот сюда ДСП, вот на этот пол стелем. И, по-моему, мы решили, что там у нас будет. Паралим сюда, все берем, все это укладываем. Здание, в общем-то, будет иметь современный вид, приобретается новое оборудование. И, естественно, мы очень рады такому событию, рады будем встретить любых гостей уже здесь у нас. Уже в конце декабря здесь звучит фортепиано, аккордеон и живое пение. Больше 130 учеников детской школы искусств и 30 творческих коллективов войдут в Новый ДК. А для кого-то это здание, как и прежде, станет местом рождения новой семьи. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Сегодня проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал. Стоимость билета составляет 28 рублей. Для пассажиров автобуса, маршрутки, троллейбуса и трамвая цена билета теперь одинакова. Причем неважно, расплачиваетесь вы наличными или картой. Разница будет лишь при использовании электронного кошелька. По нему проезд будет стоить 24 рубля, а по единому проездному билету 23. При этом все льготы по проездным продолжают действовать. Выгодным проезд окажется для таких категорий, как школьники, студенты и пенсионеры. Кстати, спрос на проездные с подорожанием билета на общественный транспорт вырос, заявляют в местном центре Трансе. В настоящее время безналичной системой в общественном транспорте пользуются 60% населения. То есть мы видим ежегодный рост, то есть данный способ оплаты является популярным. То есть если сравнить 2020-19 год, рост безналичных платежей в общественном транспорте составил 10-15%. В Барнауле продолжают борьбу со снегом и наледью. Сегодня ночью на дороге города вышло почти 100 единиц снегоуборочной техники. Автогрейдеры, самосвалы и тракторы. Дорожники вывезли снег на проспектах Ленина, Красноармейском, частично на улице Антона Петрова, а также на Советской армии, Островского, Емилии Алексеевой и на Павловском тракте. В мэрии сообщают, специалисты работают в круглосуточном режиме. А на сложные участки выходят дворники, около 200 человек. Тем временем, 248 жителей Барнаула получили переломы и ушибы из-за гололеда. И эта цифра всего за одну неделю. Большинство случаев, а именно 214 травм, были получены во дворах и междворовых проездах. Житель Барнаула стал случайным свидетелем сноса собственного жилья. Проезжая мимо своих окон, не смог в них заглянуть. Этаж, на котором он проживал, уже уничтожили. Аварийный дом, который должны были снести в 2022-м, исчез раньше срока. София Яценко продолжит. Моя квартира находилась вот здесь, на третьем этаже. Она была угловой, окна выходили. Два окна выходила вот сюда, и два окна выходила вот на лес. Хотел проехать мимо дома, а проехал мимо развалин. Вместо окон и стену Алексея лишь приятные воспоминания. Дом, в котором мужчина прожил больше 20 лет, снесли без его ведома. Причем мужчина не единственный собственник. Две трети жилья принадлежат его матери. Целая эпоха ушла в моей жизни с этим домом. Может, и к лучшему, конечно. Многоквартирный дом на Кутузова, 12, признали аварийным почти 10 лет назад. Однако обещали снести его только в следующем году. Процедура затянулась из-за несогласия собственников с оценочной стоимостью своих почти 40 квадратных метров. Этим летом последние жильцы съехали, а Алексей получал компенсацию на арендуемое жилье 9,5 тысяч рублей. Вот только решения суда по выплате стоимости квартиры еще нет. А теперь нет и самого объекта. Я считаю, что это неправомерно, это незаконно. То есть в случае, если договор с моим арендодателем будет расторгнут, да, мне со своим имуществом, по факту некуда будет даже приехать. То есть если как бы был дом, я мог как-то, ну то есть это была моя территория, да, это была моя площадь, я мог там что-то хранить, да, там, ну там усилить как-то дверь. То есть это было мое. Теперь по факту здесь оставались только руины. В Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству города поясняют. Деньги будут, однако такой ответ мужчину не устраивает. К слову, не только Алексей считает снос незаконным. Нужно обратиться с заявлением, указанным в ведомство, которые выступят в защиту его интересов. Комитет следственный может проверить, то есть на преступления, признаки наличия преступлений. И прокуратура, в принципе, может провести прокурорскую проверку и в ходе надзорных мероприятий установить, имелось ли нарушение закона и нарушены ли права. Ну, я как специалист, как юрист полагаю, что нарушения закона имелись. Теперь мужчина стучится во все инстанции, от районной полиции до городской администрации. Почему дом снесли, не дожидаясь намеченного срока, ответили власти. В адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства неоднократно поступали обращения граждан на обухудшение технического состояния несущих конструкций данного аварийного многоквартирного дома, а также падение частей фасада на пешеходную дорожку, которая расположена рядом с данным домом. Что является угрозой жизни и здоровья граждан. На сегодняшний день Алексей и его мать продолжают бороться за справедливость и ждать повторную оценку уже несуществующего жилья. Заявления, написанные в прокуратуру, следующие направятся в краевой следком. София Иценко, Дмитрий Денисов. День с толком. Сезон начался. Иван Крюков, известный лыжник Барнаула, уже обкатывает лес. Призывает к этому всех неравнодушных и готов делиться своими фишками. За что он уважает этот вид спорта и чем он ему помогает в достижении целей, расскажет Дмитрий Дроздов. Ехать на велике по снегу и ехать потом на лыжах. В таком темпе Иван Крюков живет большую половину своей жизни. Со спортом Барнаулец познакомился во втором классе. У нас был урок физкультуры. И я абсолютно не умел кататься на лыжах. Я просто вышел на нем. И понимаете, у меня был такой какой-то максимализм, может быть, детский, юношеский. Я хотел всему хорошо научиться. И в этот момент я понял, что вот здесь я, извините, по математике хорош, а по физкультуре я, ну, никто вообще. И на следующий год в третьем классе я увидел объявление. В сентябре объявляется набор в лыжную секцию. Я понял, вот это мне надо. Слышь, все и началось. Они полюбились в Барнаулецу с самого детства. На них Иван покорял как рейвы, так и все российские турниры. А после был биатлон, затем пересел на велосипед. А в 2016 году в жизни Барнаулеца появился триатлон и беговые лыжи. Мужчина начал участвовать во всевозможных российских и мировых соревнованиях. Покорил 100-километровый забег, а затем и айронмена. Айронмена. Это самый длинный триатлон в мире. 4 километра плыть, 180 проехать на велосипеде и 42 пробежать. Готовился к такому несколько лет. Чтобы стать тренером в триатлоне и вообще в циклических видах спорта, я хотел испытать все на себе. То есть я вот как тренер, я все тренировочные программы испытываю на себе. Сейчас Иван ставит людей на лыжи. Учит этому виду спорта как взрослых, так и детей. В планах даже открыть детскую секцию. Сам он в этом сезоне на лыжи уже встал и ждет таких же любителей в лесу. В свободное время Барнаулец продолжает путешествовать, совмещая, конечно, со спортом. И готовит людей к самым сложным марафонам. Здесь, как говорится, Аван Слабо. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok